Всем привет! В этом ролике будем делать устройство для защиты и автономной работы генератора или инвертора. Данная проблема очень актуальна, так что усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! Думаю вы не раз слышали истории о том, как у ваших знакомых пробивало инвертор или генератор, из-за того, что они забывали отключить автомат и напряжение сети приходило в устройство. По сути от этого электронной защиты нету, разве что предохранитель, но и он не всегда справляется, так как не хватает быстродействия. В последнее время мне в рекламе стали попадаться устройства, которые выполняют функцию защиты. И вроде все ничего, но стоят они нормальных денег. И если так подумать, то такое устройство можно сделать проще, из-за меньшую стоимость. Давайте разбираться как. На самом деле все просто. Когда есть напряжение сети, нужно замкнуть контакты. А когда сеть отсутствует, то перекинуть контакты на другую пару. Думаю вы поняли, что это принцип работы самого простого реле. Только нам нужно чуть более мощное, и называется оно пускатель. Давайте по порядку. Начнем с выбора пускателя. Главным параметром является ток. Его нужно выбрать под себя. Казалось бы, простая задача, но не совсем. И понял я это уже, когда монтировал ролик. Логика была простой. Я знаю сколько ампер у меня в одной автомат, и нужно взять чуть больше. И собственно таким образом купил пускатель. Но на нем были интересные надписи, которые заставляли меня задуматься. А правильно ли я выбрал? Погуглив, оказалось, что надписи означают разные категории применения. А С3, как у меня, предназначен для пуска двигателей с короткозамкнутым ротором. Но как я понял, чем больше цифра, тем жестче режим может переварить пускатель. Мне бы подошел даже АС1. Так как характер нагрузки схожий. Получается пускатель я выбрал правильно. Вы же при выборе обращайте внимание на все эти обозначения. Еще при выборе смотрите, чтобы у самого пускателя была дополнительная группа контактов. Нормально замкнутая. Которую мы применим дальше. Давайте изобразим, что у нас есть. Это сам пускатель и его дополнительный контакт. Но он маломощный, и через него нельзя пускать большой ток. Буду использовать его, как контакт управления на включении инвертора. Как вы понимаете, нам не хватает еще одной группы контактов. Чтоб сделать пускатель похожим на реле. Так как он может быть только либо разомкнут, либо замкнут. Но у него нету перекидывающегося контакта. Благо все придумано за нас. Это вот такие дополнительные контакты на пускатель. Они бывают разных типов. Нам нужно нормально замкнутые. Тут снова нас встречают эти надписи с категориями применения. Написано, что это категория для управления электромагнитами. Но нам подойдет. Так как у нас на резервном питании не должно быть мощных нагрузок. И режим работы легкий. Включил, через время выключил. А также не будет тянуться дуга от обмотки электромагнита. Если же вы будете ставить мощную нагрузку, то придется использовать два отдельных автомата. И вот эта недостающая часть пазла помещается на схеме. Теперь все становится понятно. Когда есть напряжение сети, оно поступает на катушку. Пускатель сработал и дом питается от сети. А когда сеть пропала, у нас питание дома подключается на инвертор. А дополнительным контактом самого пускателя мы включаем инвертор. Что делает устройство автономным. Можно было еще сильнее заморочиться и сделать защиту на контроллере. Отчасты включения и выключений. А также пуск генератора, а точнее стартера. Допустим, три раза стартуем. И если не вышло запуститься, падаем в ошибку. Если вам интересен такой проект, то напишите об этом в комментариях. А чтобы контроллер удобно было паять, нужно делать печатную плату под него. А заказывать эти платы можно в Китае у компании PCBWay. Которая является крупнейшим производителем плат. У них можно заказать как платы, так и пайку плат. А еще печатный корпус под ваш прибор. В общем, полный комплект у одного производителя, что очень удобно. Услугами данной компании я пользуюсь давно. И могу смело рекомендовать вам. Со схемой закончили. Теперь предлагаю собрать это все и проверить в железе. Провода будут не очень толстыми. Так как это макет. В дальнейшем, естественно, нужно брать в соответствии с током потребления. Как видим, тут нету особых сложностей. С подключением справится любой знакомый с отверткой человек. Единственное, что нужно сделать из сложного, это разобрать инвертор. И последовательно с его кнопкой припаять провода на пускатель. Этого можно и не делать, если не умеете паять. Просто так потеряется автономность. Поэтому я все же рекомендую припаять. Это даст дополнительную функцию. Как вы заметили, инвертор у меня на 48 вольт. Такое напряжение выбрано не зря. Так как у меня есть электровелосипед. На борту которого установлена батарея. На такое же напряжение. Которую мы собрали в одном из прошлых роликов. И это позволяет переиспользовать аккумулятор. Ну а теперь давайте тестировать. Тут советую не спешить. Если вы что-то перепутали, то можем получить бабах. Все будем делать по умному. Как видим, у нас тут есть все основные элементы. Это сеть, инвертор или генератор, наше переключающее устройство и лампочка в роли дома, ну или потребителя. Для первого включения нужно выполнить пару манипуляций. Шаг первый. Проверяем работу со стороны сети. Для этого включим устройство через еще одну лампу накаливания. Это защитит нас от потенциального замыкания в схеме. Как видим, произошел контролируемый пуск. Эта часть собрана правильно. Шаг второй. Включаем защитную лампу в разрыв цепи инвертор-пускатель. Сеть в таком варианте лучше отключить. Так тоже работает. Шаг три. Убираем лампу и можно тестировать напрямую. Включаем сеть. Лампа горит. Имитируем пропадание сети. Пускатель отключился. Замкнул контакты инвертора и тот плавно подал напряжение на наш дом. Да, тут есть некая пауза между пропаданием света и включением. Но это уже зависит от конкретного инвертора. Если же обратно включить сеть, то видим, что инвертор выключился. Но лампочка в этот момент даже не моргнула. Теперь для чего я припаял кнопку инвертора последовательно с контактом пускателя. Если мне нужно куда-то уехать, и я не хочу, чтобы аккумулятор разряжался, то я просто размыкаю кнопку, и инвертор больше не будет включаться. Такое решение, как мне кажется, очень удобное. Что касается цены. Общие затраты вышли примерно в два раза меньше, чем покупка спецустройства. Но нужно потратить вечер на сборку схемы. В общем, думаю, тут каждый будет решать сам, нужно ему такое устройство или нет. Ну а на этом у меня все. Спасибо, что смотрите. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok